На протяжении многих веков пушки на острове Корчула были не причудой, а суровой необходимостью. Город, который, согласно легендам, был основан троянским героем-антинором в XII веке до н.э., пережил много драматических событий. Его завоевывали то греки, то славяне, то венгры, то венецианцы. В конце XIII века в проливе недалеко от города развернулось морское сражение между флотами Венеции и Генуи. По преданию, на стороне венецианцев в нем принимал участие великий путешественник Марко Поло. Путешественника взяли в плен и отвезли в Гену. Там, в тюрьме, он и надиктовал знаменитую книгу о своих странствиях. Жители острова Корчула абсолютно уверены, что родился Марко Поло в 1254 году именно на их острове и охотно демонстрируют туристам его дом. А о военных свершениях знаменитого земляка на Корчуле напоминают даже пирожные. Эта пирожная называется бомба Марко Поло. А все потому, что оно очень калорийное. В его составе сладкий крем, масло, грецкие орехи и шоколад. Такие пирожные на Корчуле пекли еще издавна. Правда, тогда их называли не бомбой, а ядром Марко Поло. Ведь в его времена стреляли ядрами из пушек, тех, что сейчас стоят на набережной. Смеляна поведала мне, что жительницы острова всегда любили сладкое. И из поколения в поколение передавали рецепты кексов и пирожных. А вот их мужья были хорошими моряками, кораблестроителями и каменщиками. Искусство последних ярко представлено на их родном острове в виде зданий, построенных в стиле поздней готики, ренессанса и барокко. Кафедральный собор Святого Марка, самое ценное сооружение на Корчуле, они терпеливо возводили в течение 150 лет. А еще местные жители на протяжении многих веков сумели сохранить необыкновенную страсть к танцу. Танец этот исполняется с миниатюрными мечами и называется морешка. Появился он в 15 веке одновременно во многих средиземноморских странах и считался олицетворением борьбы христиан с маврами. Однако сегодня этот уникальный танец сохранился только на хорватском острове Корчула. И здесь его популярность только растет. Все жители острова делают одну из двух вещей. Они либо играют в водное поло, либо учатся танцевать морешку. Это начинается с раннего детства. Обычно, когда маленький ребенок приходит и смотрит, как другие танцуют морешку, чаще всего он влюбляется в этот танец и начинает ему учиться. Нами движет любовь к Корчуле, любовь к морешке. Танцуют морешку в основном мужчины. На сцене представлена борьба добра со злом в виде сражения армии белого и черного короля. А сражаются они, между прочим, за любовь. История такова. У белого короля есть принцесса. Черный принц пытается взять ее в жены. Но принцесса говорит, что будет верна воле отца. Пока идет разговор, приходит со своим войском белый король. Он сначала пытается решить с Черным королем этот вопрос мирным путем, но когда это не удается, они берутся за оружие. К седьмой, последней части танца, все это обязательно завершается победой белого короля. На Корчуле стараются тщательно сохранять и передавать потомкам не только сам танец, но и его традиционный реквизит. А это отнимает немало сил и денег. У нас есть своя мастерская, где шьют костюмы. Их обычно обновляют каждые 10 лет. Примерно за этот срок они изнашиваются. Мечи нам привозят из Боснии. Это настоящие кованые мечи. Боснийские мечи уже давно используются и в Дубровниковской республике, и вообще в Далмации. Кстати, танец пришел к нам на Корчулу из Испании через Италию. Версия танца, которую мы показываем сейчас, появилась примерно 100 лет назад. По сравнению с тем, как танец исполняли много веков назад, в ней появились незначительные изменения. Например, раньше мечи, которые используются во время представления, были длиннее. Не было музыкального сопровождения бубнами. Сам Драгон, который в обычной жизни далек от искусства, он владелец маленького магазинчика бытовой техники, так и не мог мне объяснить, что именно его привлекает в старинном танце. Традиция и все тут. Однако туристов влечет на остров не только Морешка. Корчула в переводе с греческого языка – черный. Именно таким представляли остров греки из-за густых лесов. И в наши дни остров поражает необыкновенно бурной растительностью. Его достопримечательностью по праву считаются многочисленные виноградники. Кстати, именно на Корчуле производятся знаменитые хорватские белые вины. А еще на острове Корчула и в одноименном городе современного путешественника поражает обилие всевозможных цветов, источающих чарующий аромат. Цветы прекрасно вписываются в атмосферу средневекового города, придают новое измерение его крепостным стенам и башням. Похоже, если раньше здесь тон задавали каменщики, то ныне садоводы и декораторы. Такие вот штучки. Субтитры создавал DimaTorzok